Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны Здесь собрано более ста экспонатов. Самые ценные материалы, которые хранятся в музее, это письма, присланные самими ветеранами и их родственниками из разных уголков Советского Союза. В то же время и поисковые группы собирали информацию о летчиках-истребителях. Узнать удалось довольно много. Были установлены имена 120 воинов-соединения. В музее расскажут и о судьбах командира дивизии, начальника штаба, девяти героев Советского Союза, о техниках и оружейниках, об укладчиках парашютов, связистах и многих других тружениках войны. Дивизия, в состав которой вошел 172-й истребительный авиационный полк, начала формироваться 18 февраля 1943 года под Москвой. Уже в апреле того же года бойцы приняли участие в Гжатско-Вяземской операции, участвовали в боях на Орловском, Кировском, Смоленском и других направлениях. В боях под Смоленском части дивизии произвели 1175 боевых вылетов и уничтожили 57 самолетов врага. 25 сентября 1943 года Смоленск был освобожден. За проявленное мужество и героизм личного состава приказом Верховного Главнокомандующего дивизии было присвоено наименование «Смоленское». Боевые вылеты полка мы прослеживаем благодаря схемам боевых действий, которые представлены у нас на стендах. Конечно же, основную информацию, которую мы можем представить на сегодняшний день нашим посетителям, мы получили благодаря самим бойцам данного полка. Схему боевых вылетов они нам представляли в оригинале. 13 и 14 июля 1944 года наши войска завязали бои на подступах Гродно. Авиация противника бомбила переправы на Немане. В боях за Гродно дивизия сбила 35 самолетов противника, произвела 1015 боевых вылетов. За образцовое выполнение заданий командования в боях при форсировании рек Днепр, Березина и Неман, прорыв сильно укрепленной обороны противника, а также за овладение городами Могилев, Шклов, Быхов и Гродно, дивизия была награждена Орденом Красного Знамени, а 172-му полку присвоено наименование «Гродненский». После Беларуси дивизия освобождала Польшу, участвовала в окончательном разгроме немецких войск, пройдя с боями свыше 1500 километров. Сотрудникам музея удалось установить связь с 50 ветеранами 172-го истребительного авиационного полка. Именно они и передали в экспозицию личные письма, фото и вещи. У музея можно увидеть не только оружие и предметы быта, но и детали экипировки летчиков. Придя в музей, можно подумать, что среди экспонатов есть настоящий шлем космонавта. На самом деле это герметичный шлем одного из бойцов авиационного полка, но его принцип действия действительно схож со шлемом космонавта. При разгерметизации кабины летчик в этом головном упоре смог продолжить полет на больших высотах. Экспозиция в средней школе номер 23 состоит из нескольких разделов. Кроме боевых действий 172-го полка и его героев, посетителям расскажут о начале Великой Отечественной войны или, например, о жизни гродненцев в условиях оккупации. Немецкое командование придавало большое значение удержанию города Гродно. Город Гродно имел важное стратегическое положение. Кроме того, он находился на реке Неман, которая являлась последней крупной преградой на рубежах Восточной Пруссии. Кроме того, Гродно был удобным плацдармом для проведения возможных контрнаступательных операций немецкой армии. Защиту города обеспечивали шесть гитлеровских дивизий, среди которых были пехотные, полицейские, жандармские полки и танковая дивизия. Мы подсчитали, сколько Гродно находился под оккупацией. Получилось 1111 дней и ночей. Многое произошло за это время. Для того, чтобы знать, что происходило на захваченной территории, развешивались объявления. Агрессоры стремились установить хорошо налаженную структуру органов управления для поддержания тотального контроля. Трагическая судьба настигла еврейское население народа. Массовое уничтожение евреев в годы Великой Отечественной войны получило название «Холокост». Одни из таких районов для содержания евреев находились и в Гродно. В сентябре 1941 года 8 скидельских комсомольцев создали подпольную организацию и начали вести активную борьбу против оккупантов. Ребята поддерживали связь с партизанами, передавали в отряды продовольствие, оружие, сообщали сведения о гитлеровских гарнизонах. Но в доверие к молодым патриотам вошел один из тайных агентов гестапо. Парней пытали, а затем казнили. Но дело подпольщиков продолжало жить. Одним из выдающихся подпольщиков-комсомольцев являются Сергей Иосифович Притыцкий. В годы Великой Отечественной войны он находился на политработе, а после в главном штабе партизанского движения. Иван Нестерович Скрынник в годы Великой Отечественной войны проводил работу по мобилизации молодежи на фронт. Отдельно в музее выделена и операция «Багратион», в которой, к слову, также принимал участие 172-й истребительный авиационный полк. Белорусская наступательная операция «Багратион» является одной из крупнейших операций за всю историю Второй мировой войны. Сама операция происходила в два этапа. Первый этап с 23 июня по 3 июля 1944 года, в результате которого были проведены Бобруйская операция, а также скружена Минская группировка врага. Второй этап проходил с 5 июля по 29 августа 1944 года. В ходе этого этапа были проведены Шауляйская, Вильнюсская и Каунская операции. Кроме обзора основной экспозиции, в музее проводят и тематические мероприятия, конкурсы чтецов, викторины, встречи с ветеранами войны, проживающими в районе школы. Ведется также исследовательская деятельность. Школьники со своими работами принимают участие в конференциях и семинарах на военную тематику. И на сегодняшний день мы также проводим поисковую работу, благодаря которой в экспозиции музея представлено порядка 120 экспонатов. Несмотря на то, что нашему музею более четверти века он принимает активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения, мы проводим тематические экскурсии для жителей нашего города, для школьников, для учащихся среднеспециальных учебных заведений, а также по заявкам проводим экскурсии для жителей нашего города, а также для области. И сегодня в музее средней школы номер 23 ждут всех, кто интересуется историей своего города, всех, кто хочет узнать о подвиге летчиков, солдат, партизан. Здесь знакомят с судьбами героев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова